Психологи утверждают, что просыпаться стоит не от звонка будильника, а от приятной мелодии, которую вам захочется дослушать до конца. Самое главное, чтобы эта мелодия не убаюкала вас опять. Доброе утро, с вами Валера Седов. И Галя Ершова. И пока кто-то только-только выключает компьютер после марафона любимого сериала... Город просыпается. Освежаемся вместе с основателем проекта Enjoy и вокалистом группы Parnas. Которая неоднократно занимала первые места на фестивале уличных музыкантов. Человеку, который умеет играть на разных музыкальных инструментах. Автор и исполнитель песен в стиле рок-н-ролл. Сегодня город просыпается вместе... С Тимофеем Кириным. Привет. Доброе утро, друзья. Тимофей, ты присоединился к группе Parnas всего два года назад. Сложно было влиться в новый коллектив? Для меня это необычное музыкальное направление. Я никогда не работал в таких направлениях, как шансон, например. И поэтому, да, определенные трудности, безусловно, были. И состав непривычный. До этого мне приходилось работать немножечко в другом составе. Но, как оказалось, не так уж все и сложно. С твоим приходом группа приобрела какое-то новое звучание? Или тебе пришлось приспосабливаться к тому, что было? Ну, не буду себя перехваливать. Но даже исходя из того, что до этого в группе была акустическая гитара, когда добавилась электрическая, где уже можно с перегрузом поиграть, ее можно как соло-инструмент использовать, это расширило возможности по репертуару, позволило его расширить. И до этого группа редко исполняла, например, зарубежные произведения. Сейчас мы уже можем, мы теперь уже, мы можем себе это позволить. Почему такое название Parnas? Есть два значения у этого слова. Первое — это реально существующая горная вершина в Греции, где живут поэтические музы по преданию. И Parnas с ударением на первый слог — это заработок в ресторане, выручка от заказанных песен у музыкантов. То есть такое двойственное название — игра слов. И еще и удобно писать и по-русски, и по-английски. То есть вы убили всех зайцев сразу? Да. Очень удобное название. Парнас имеет, или Парнас, Парнас имеет приписку «Ансамбль позитивной музыки». Что несет в себе эта приписка? Ансамбль, потому что у нас поют все участники коллектива. Каждый из коллектива может спеть целиком произведение, от начала до конца. Поэтому ансамбль позитивной музыки, потому что основная наша задача — это создать позитивное настроение на мероприятии и заставить людей пуститься в пляс. Вот. Ну, музыка, потому что мы, собственно, понимаете. Поэтому, наверное, сложно подбирать коллектив, если у вас кто-то отваливается. Нужно, чтобы человек и играл на инструменте, и пел сам. У нас нет случайных людей в коллективе. Каждый человек проходит что-то типа вступительного испытания, кастинга. Поэтому каждый сотрудник у нас представляет очень большую ценность. Поэтому редко очень происходит, когда меняются люди в группе. Сейчас состав такой, какой, я считаю, он должен быть. Расскажи, сложно ли заряжать своей энергией целый зал? Вот, если честно, чем больше зал, тем проще его заряжать своей энергией, как это ни странно. Самый хороший, наверное, вариант, когда фронтмен может аудиторию разного размера раскачать до необходимого градуса. Большая масса людей с ней работать, конечно, попроще, чем когда в зале сидит два человека. Сидят, что-нибудь, салатик там кушают. То есть нужно сперва их внимание привлечь. И если уж они пойдут танцевать, если два человека сидят в зале, и они пошли танцевать, то это, я считаю, в сейшн удался. Когда народу много, там вроде как один пошел плясать, все подхватили, сразу, то есть... Такая темная реакция, да? Шестеренки заработали, да, заверделись. В каких жанрах вообще играет группа «Парнас»? Жанров, конечно, много. Рок-н-ролл, шансон, современная поп-музыка, рок, мы и Сидиси можем играть, и металлику, да практически все что угодно. Ну, кроме драма и бейса и всяких электронных подобных стилей. А вот шансоны, рок-н-ролл — это довольно такие классические жанры, не боялись, что рязанцы не примут их. Я считаю, рок-н-ролл — это музыка для всех возрастов. Люди всех возрастов воспринимают рок-н-ролл. Причем он не агрессивный, во-первых, он позитивен. В-третьих, он простой. Там всего три аккорда. Они легко воспринимаются как детьми, так и пожилыми людьми, для которых рок-н-ролл — это музыка их молодости. Это музыка, объединяющая все поколения — Beatles, Rolling Stones. Поэтому никаких проблем с тем, чтобы рязанцы приняли это. Главное — это исполнять качественно и живо, и весело это подавать. Ты бы посоветовал молодым исполнителям начать именно с рок-н-ролла или взять что-то попроще? Все-таки лучше взять что-то попроще, да. Для того, чтобы играть рок-н-ролл, нужно кое-какое образование, которое трудно получить. В музыкальной школе это образование получить нельзя. В музыкальном училище тоже нельзя. То есть только в столичных заведениях и занимаясь с частными педагогами, которые знают эту блюзовую рок-н-ролльную гармонию, они могут это объяснить. У вас очень большая палитра жанров. Расскажи, как удается совмещать в себе это? Это ведь нужно настраиваться на новую волну, по сути. На выступлениях, когда все отрепетировано, мы выстраиваем программу таким образом, чтобы она органично слушалась и смотрелась. То есть мы не ставим резко диаметрально противоположные произведения близко друг к другу. Как бы один стиль плавно перетекает с другой. А самим сложно внутренне настроиться именно на разные мотивы? Ведь это и разные инструменты, и разная агрессия, энергетика в зал. Да наоборот это интересно. Наоборот интересно проявлять гибкость психическую. Начнем знакомство с творчеством вашей группы вместе с небольшим папури на известные песни. Ша-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Как сумасшедшая, но она моя Танцует до утра, поет ша-ла-ла-ла-ла Меня манили ее руки Я ее встретил и замер Меня манили ее губы До скорой встречи глазами О боже, мама, мама, я схожу с ума Ее улыбка, мама, кругом голова О боже, мама, мама, пьяный без вина Ее улыбка, мама, самая-самая ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Я убегаю, но назад Снова зовут ее глаза Ими ее со мной летит Тянет и тянет, как магнит Пятые сутки я не сплю Кажется, я с ума сойду И не на месте голова Это все она Это все она Это все она Ловил я много разных рыбок Я знаю клевые места Где море девичьих улыбок Поймать чего-то Как с куска Но только ты Рыба моей мечты Только ты Рыба моей мечты Но только ты Рыба моей мечты Только ты Рыба моей мечты Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok На выступлениях вы заряжаете зал такой необычной, очень живой энергии, тратите много сил. Расскажите, откуда черпаете вдохновение? Вдохновение мы черпаем из зала. Самая трудная часть, наверное, это начало выступления. Когда выходишь и присматриваешься, как там люди реагируют, так, какого там, тут вот девчонки стоят. Когда чувствуешь реакцию, тогда за это можно психически зацепиться и продолжать развивать этот процесс. Ну а дальше зритель начинает отдавать энергию даже больше, чем получается. Потому что, например, я один, а там людей много. Все ваши шоу такие необычные, экстравагантные. Как вы придумываете идеи для них? Иногда мы даже репетиции отдельные создаем для того, чтобы обсудить дальнейшие творческие планы и номера, например, которые мы на сцене подготавливаем. На сценический номер уходит больше времени, чем на репетицию самой песни? Или все-таки есть баланс? Да бывает по-разному. Некоторые номера приходится отрабатывать. Ну, два часа иногда может уйти, да. Тимофей, у тебя есть личный авторский проект, который называется Enjoy. Расскажи, как родилась идея ее создать? Идея родилась давно. Ну, когда я еще учился в школе, наверное, я хотел свою рок-группу. Насмотревшись Green Day, My Chemical Romance и тому подобных товарищей, я начал писать песни. Песни с 13 лет уже носились. И что-то писал, писал, писал. Но возможности собрать состав особо не было. Я никого не знал. Я учился в мединституте и в музыкальной тусовке не очень вращался. А сейчас, когда уже я всех знаю, я могу привлекать разных людей для записи, для выступлений и тому подобное. Кроме того, пришлось еще освоить кое-какие программы для звукозаписи, для монтажа, чтобы можно было все это записывать самому. Потому что я такой человек, я не доверяю никому свой авторский материал, никому не доверяю аранжировки. Я привык все делать сам, потому что я знаю, как песня должна звучать. И она так и будет звучать. Ни ноты вправо, ни ноты влево. То есть там нет постоянного музыкального состава, ребят, которые бы тебе помогали, да, как классическая группа? Ну, есть некоторые ребята, которых я периодически привлекаю. А часть людей меняется в зависимости от того, что там я собираюсь записать. Если это, например, произведение со скрипкой, мне нужно искать скрипача. Если там саксофон, то я нашего Русланчика из Парнаса позову. Ты как-то ограничиваешь свою фантазию по музыкальным инструментам? Или ты вот нашел идею и будешь искать дальше исполнителя? Сказать, что не ограничиваю нельзя, например, где же я возьму симфонический оркестр? Или какой-нибудь экзотический, или индийский ситар, например, где его взять? Поэтому, ну, какие-то, конечно, ограничения присутствуют, но мне нравится в разных направлениях музыку. Писать и петь. И вот в последнее время металл начал практиковать, исполнять. Сейчас готовлю новую нарезочку на хиты Radio Energy в стиле Metalcore. Ты исполняешь песни как на русском, так и на английском языке. Сложно петь на другом, неродном языке? На английском, с какой-то стороны, даже проще петь, чем на русском. В русском языке звуки сильнее отличаются друг от друга. В английском языке вообще меньше звуков. У них нет, например, твердых и мягких согласных, как у нас Т, Т. У них Т во всех словах, что Тейл, что Ти Ви, везде звучит одинаково. Для пения английский язык удобнее, но русский, он как-то привычнее. Поэтому и там, и там есть свои плюсы и минусы. Если бы я жил, конечно, в Англии, родился бы и вырос там, я бы не... Вряд ли я пел бы по-русски, конечно, что-то. А так, у нас вот с Парнасом есть даже песня, которая записана на румынском языке. Ничего, мне было интересно узнать, как там все это произносить. Для меня музыка — это как математика, это как конструкция. То есть ты готов бросить себе вызов и освоить, например, китайский ради какого-то интересного трека? Не обязательно весь китайский осваивать. Достаточно только вот тех слов, которые там есть. Кстати, вот в той самой будущей нарезке, которую я буду записывать, там есть кусочек на корейском. И поделись опытом, как тебе этот язык. Сложно? Ну, там, слава богу, всего две строчки. Да, сложно, неудобно, похож на татарский. Ну, для того, чтобы в клипах и на сцене выглядеть хорошо, нужно, естественно, разработать интересный яркий образ. Вот как рождаются идеи? Все зависит от того, для кого подбирается образ. Если это один человек, здесь немного задача проще, потому что он один, и образ выстраивается в соответствии с его внешними данными и с его музыкой. Когда людей много, и они разной фактуры, здесь уже труднее подобрать для всех, чтобы они еще и вместе хорошо смотрелись, и по отдельности, ну, и чтобы все это было в стиле музыкальной группы. На это уходит достаточно много времени, еще и эти вещи нужно где-то найти, все подобрать. Я помню, как, когда я только пришел на этот магазин, вот, с Алексеем, с Батоновым, мотались, наверное, неделю. Покупали пока для всех костюмы, купили. А если ты наберешь 2 килограмма, что делать? 2 килограмма? 5. 5 килограмм ты набрал, у бабушки в деревню съездил, пирожков поел, что делать? Так, с бабушкой надо поосторожнее, так, ну, нельзя так много кушать. У меня одежда достаточно свободная, не в обтяжку. Я думаю, там есть резерв еще, на пару килограмм хватит. Ну, а скинуть лишние килограммы, если они все-таки появились, нам помогут тренеры фитнес-центра Артеджем. Повторяем за ними упражнения. Привет, я Антон Дрючин, фитнес-тренер в клубе Артеджем. Сегодня я расскажу о моих упражнениях, которые можно выполнять дома, имея под рукой самый минимальный инвентарь и какие-то бытовые ваши вещи. Первое упражнение, про которое я расскажу, это обратные выпады. Они выполняются с шагом, но шаг делается не вперед, как в традиционных выпадах, а назад, что позволяет сместить нагрузку на ягодицы и бицепс бедра. Для того, чтобы начать выполнение этого упражнения, можно взять какие-то отягощения в руки, можно делать с пустыми руками, если нет ничего под рукой. Можно взять бутылки с водой и любой другой груз, который у вас есть под рукой. Исходное положение стоя, спина прямая. Одну ногу мы отводим назад, шагаем и наклоняем корпус вперед, животом как бы прижимаемся к бедру. Из этого положения, без всяких промежуточных движений, поднимаемся в исходное и продолжаем. Животом стараемся как бы прижаться к бедру, наклонить корпус вперед. Отличие этого вида выпадов от других известных вам видов выпадов в том, что прижимаясь животом к бедру, наклоняя корпус вперед при опускании вниз, вы максимально увеличиваете амплитуду работы тазобедренного сустава, разгибание которого является анатомической функцией ягодиц. То есть, говоря простым языком, максимально смещаете нагрузку на ягодицы. Количество повторений может быть довольно большим, в зависимости от того, какой вес вы берете в руки. Ну, минимальное, которое стоит делать, это 10-12 на каждую ногу. Максимум не стоит делать больше 20 на каждую ногу, это будет уже многовато. Следующее упражнение, о котором я расскажу, называется ягодичный мостик. Оно включает работу ягодицы и бицепс бедра. Для того, чтобы выполнить, мы ложимся лопатками на стул, диван, табуретку или что угодно, любой предмет, и принимаем вот такое исходное положение. Ноги ставим чуть шире плеч, колени согнуты примерно под углом 90 градусов. На живот можно положить какой-то груз, отягощение, чтобы было чуть поинтереснее и посложнее. И поднимаем таз вверх, на небольшой промежуток времени замираем в верхние точки и опускаемся. Это упражнение может выполнять любой человек с любым уровнем физической подготовки, потому что даже у неподготовленных физически людей мышцы, работающие в этом упражнении, бицепс бедра и ягодица, являются довольно сильными, и они позволят без отягощения выполнять это движение. А тем, кто более физически подготовлен, можно положить на живот ребенка, гантель, что угодно. Выполняем в районе 15-20 повторений. Третье упражнение в моем комплексе называется сетап. Это упражнение на прямую мышцу живота, которое в простонародье более известно под названием брюшной пресс. Нужно лечь на пол, подложить коврик или ковер или любой другой предмет, который, на котором вам будет удобно лежать, согнуть ноги в коленях, поставить их на пол. Руки вытягиваем за голову и из этого положения поднимаем корпус вверх, руками стараемся коснуться стоп, плечом тянемся к колену. Необходимость тянуться плечом к колену обусловлена тем, что брюшной пресс, его функция анатомическая не просто поднимать корпус вверх, а скручивать позвоночник. И таким образом плечо, тянущееся к колену, скручивает позвоночник и позволяет задействовать его в гораздо большей мере. Выполняйте от 15 до 30 повторений в зависимости от уровня вашей физической подготовки. На этом наш выпуск закончен. Удачных тренировок. Я прощаюсь с вами. До новых встреч и до встречи в стенах нашего фитнес-клуба. Редактор субтитров А.Семкин Тимофей тоже говорил, что не доверяешь никому запись роликов и сам, получается, такой человек-оркестр на съемочной площадке. Получается так, да. Сложно совмещать в себе столько ролей? Ну, не столько сложно, сколько энергозатратно. Конечно, если был бы оператор, процесс шел бы быстрее. Монтаж занимает времени больше, чем съемка. С какими трудностями вообще приходится сталкиваться во время записи? Да во время записи, да вроде ни с какими-то и не приходится. Я пишу все в спокойной обстановке дома, не ограничен во времени. Необходимая аппаратура вся у меня имеется. Каким оборудованием пользуешься? У меня есть звуковая карта, микрофон, комбик, пара гитар, электрическая, акустическая, полуакустическая, укулеле. Необходимое программное обеспечение, это набор звуков, всякие барабанные модули. То есть у тебя дома такая мини-студия, по сути, самостоятельная, совсем необходима? Да, у меня еще есть камера, освещение повесил. В общем, все, чтобы вести аудио и видеосъемки. Хотя в последнее время мне даже интереснее выбираться из дома и видео снимать где-нибудь в других местах. А тебе приходится самому сначала записываться, потом бежать к камере, смотреть? Или как ты выстроиваешь технологию записи именно? Да, с этим пришлось повозиться. Звук и изображение я пишу отдельно. Звук на звуковую карту на компьютер, изображение на камеру, а потом уже монтирую, совмещаю. Стараюсь всегда все писать одним дублем от начала до конца, чтобы эффект живости не потерять. Ты до этого уже умел снимать и монтировать, или тебе пришлось научиться специально для проекта? Пришлось научиться, да. Ну, я видел так, как люди этим занимаются. Вроде ничего там космически сложного нету, люди высшую математику дома осваивают. Почему бы не освоить такой полезный навык, как видеосъемка? У тебя же есть целая группа. Зачем тебе одному выстраивать и вокальные, и музыкальные партии? Почему нельзя просто пригласить друзей и сыграть вместе с ними? Фарнас? Например. Ну, здесь чисто технические моменты этому препятствуют. Во-первых, состав все-таки нашего ансамбля немного отличается от того, что мне хочется слышать, что мне хочется создавать самому. Иногда я приглашаю музыканцев с фарнасом. Вот, например, наш барабанщик, специалист очень высокого уровня. Он может играть все, что угодно, от джаза до металла. Поэтому его я периодически приглашаю на записи. Вот где применить, например, контрабас? Мне нравится поп-музыка, мне нравится металл, рок. А контрабас немножечко ограничивает спектр стилей, в которых можно записываться. Поэтому мне проще взять бас-гитару даже, наверное, самому. Кроме того, это лишнее время для того, чтобы с людьми договариваться. Этот вот сегодня может, этот не может, этот опоздал, тот не успел. Я всегда не опаздываю и успеваю все сделать. Давай взглянем на твои клипы. КОНЕЦ 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 Это такая маленькая четырехструнная гитарка с нейлоновыми струнами. Ну, такая удобная штучка, походная. А в чем ее отличие по звуку? Звучит повыше, чем гитара. Ну и она меньше, у нее звук тоньше немного. Это как аналог балалайки. Вот, возможно, она так близка русским людям по духу, потому что она так напоминает нашу родимую балалайку. А у тебя есть желание осваивать новые какие-то музыкальные инструменты? В детстве хотел играть на фортепиано. Попросил маму, мама, отдай меня в музыкальную школу на фортепиано. Я хотел играть на синтезаторе. Я подумал, зачем я буду играть, учиться на гитаре, на чем-то еще. Вот на синтезаторе есть все инструменты. Включил, заиграл, там гитару нажал. Ну, мне было лет тогда 11, наверное, 10. Мама такая, ну ты пианино не вытащишь на улицу играть? Давай, иди на гитару, вот тебе советская гитара, на которой невозможно играть. Да, и все. Ну, завертелось. Поэтому клавиши остались в мечтах. Но все-таки потихонечку я на них тоже могу что-то играть. Помимо песен, на твоем YouTube-канале также присутствует и обучающее видео, игре на разных музыкальных инструментах. Почему решил этим заниматься? Я создал YouTube-канал изначально для того, чтобы размещать туда обучающее видео. Как-то странно не звучит, никаких даже там тщеславных интересов я не преследовал, когда создавал этот канал. Я разработал свою школу для блюзовой импровизации. Ничего такого подобного я не нашел вообще нигде в интернете. И подумал, ну а как же русским парням учиться играть блюз и рок-н-ролл? Возможно, блюз не настолько востребованная музыка у нас в стране. Это все-таки музыка черных ребят из американских штатов. Я посмотрел несколько видеошкол всяких метров, там, зарубежных. Би-би Кинг, Робин Форд и еще нескольких товарищей. Все очень сложно и бессистематично. Я захотел создать свою школу. Давай посмотрим один из таких уроков. Здорово, ребята! С вами Тимоха Кирин. И прямо сейчас мы разберем с вами пять простых и стильных рок-н-ролльных рифов для обыгрывания стандартного блюзового квадрата. И вот первый из них. Начнем разбор. В основе этого рифа лежит простая ритмическая фигура. Вот она. Так обыгрываются все три аккорда. И соль-мажор, и до-мажор, и ре-мажор. Тебе удалось уже получить какие-то отзывы от учеников? Да, у меня помимо видеоучеников много реальных учеников, которые ко мне ходят заниматься непосредственно. И эту школу я и на них испытываю в том числе. Да, достаточно успешно все получается. Но она простая, совершенно ясная и понятная система есть, по которой нужно заниматься. И вся эта школа, если в бумажном варианте ее составить, она бы заняла брошюрку 50 страниц. А в чем основное отличие? Вот, как играть в блюз? На что основной акцент нужно сделать? Если я начну объяснять, это будет не совсем все понятно нашим телезрителям. Ну скажи, может быть, какой-то вот нюанс из 50 страниц главные два предложения. Блюз — это разговор, это вопрос-ответ. Вопрос. И ответ. Вот. Чтобы эти вопросы-ответы получить, нужно знать, что конкретно нужно играть. Все дело в музыкальных ладах, которые используются для конструирования вот этих музыкальных фраз. Я как раз составил такую таблицу, сделанную из фраз музыкальных. Какие-то фразы я придумал сам, какие-то позаимствовал у мэтров блюза, адаптировал их под разные аккорды. И, в общем, вся школа занимает 40 фраз, но они модифицируются и очень просто переделываются и подкладываются под любые аккорды. Просто они запоминаются, вгоняются в механическую память. Когда мы разговариваем, мы же там каждое слово не продумываем, из каких оно букв состоит. Все как бы в памяти уже есть. То же самое и в музыке импровизация. Это подготовленный заранее процесс. Дома вот эти все импровизаторы, которые играют импровизацию, они дома готовятся очень хорошо и щепетильно подходят к этому. И вот в основе этой школы лежит фразировка. Выучиваешь фразы и потом просто ими разговариваешь. Музыка — это твоя основная профессия. Сложно сделать творчество смыслом жизни или лучше оставить его хобби? Это очень опасный вопрос. У рязанских музыкантов очень нестабильная жизнь, очень нестабильный заработок. Доход может варьироваться в огромных пределах. От 10 до 50 тысяч. Всегда по-разному. Трудно вообще в таких условиях планировать как-то свою жизнь. Все зависит от того, насколько человек гибкий. Кому-то удобно и интересно ходить, например, на 8-часовую работу каждый день. Это стабильно. А здесь приходится постоянно вертеться, что-то делать новое. Деятельность интересная, но нет стабильности. Вот так. Поэтому это зависит, наверное, от психотипа человека. Поэтому я не могу дать какой-то один и тот же совет. Вот, нет, это только хобби. Нет-нет-нет. Или нет, занимайся только этим. Потому что есть, на самом деле, печальные случаи, когда человек музыкой что-то пытался, занимался, занимался, бросил профессию, а доходов никакого нет. Поэтому лучше всех в это не втягивать. Расскажи, как ты следишь за своей вокальной формой? Ведь нужно выходить на сцену уже разогретым. Не всегда есть возможность разогреться перед концертом. Но программа выстроена таким образом, что первые произведения, они разогревочные. Там не нужно высоко вопить. Моя девушка педагог по эстрадному вокалу. Поэтому она следит за моей формой даже лучше, чем я. Ей со стороны слышно. Есть какие-нибудь специальные упражнения, такие хитрые, которые помогут развить свой голос? Есть, которые помогут развить голос, которые помогут быстро распеться. Вот, например, очень замечательное упражнение «Дыхательная гимнастика Стрельниковой». Это 8-минутное упражнение из дыхательных движений, сопровождающихся движениями руками и ногами. За 8 минут позволяет раздышаться как следует. А если налажено правильное дыхание, то и петь сразу становится легко. Какое упражнение можно сделать прямо здесь и сейчас? Дыхательную гимнастику Стрельниковой. Из него какое-нибудь прям такое изерка. Вот, например, берутся ладошки. Упражнение называется «Ладошки». Смыкаем ладошки и дышим носом, только носом, шумно. Давай попробуем. Я не слышу вас. Ну, вот типа там до головокружения. Да, я тоже почувствовал. Ну и вот после 8 минут как-то полегче становится. Полгода назад ты записал, так сказать, мини-рок-альбом. Это твой первый альбом авторской песни? Да, это не совсем, правда, альбом. Это такой мини-альбом. Ипи они называются. Там всего 5 композиций. Современному человеку тяжеловато прослушать весь альбом, например, который длится там 50 минут. От начала до конца. Обычно времени на это ни у кого нет. Сейчас темп жизни такой быстрый. И думаю, запишу 5 песен. Ну, 5-15 минут. Длится 15 минут. Ну, и к тому же собрать определенное количество концептуального материала на целый альбом тоже не у всех хватает просто творческой активности. Вот у меня был рок-н-ролльный 5-песенный альбом. Я решил, почему бы не записать роковый. Сперва у меня было там 2 песни роковых. Я такой подумал, ну, если есть 2, напишу еще 3. Ну, вот одну еще у друга стрельнул и две сам допишу. Не, одну напишу, а другую переделаю старую какую-нибудь под рок. Ну, и вот 5 песен собрал, которые друг с другом приблизительно, а не в одной манере. И записал такой альбом. Расскажи, сложно ли создавать вообще авторские тексты, вот работая настолько в разных жанрах? Для меня текст это самое сложное. Вот вы, кстати, спрашивали в записи, что самое сложное. Самое сложное для меня это написание текста. У меня математический склад ума. Я не считаю себя великим поэтом, но я очень придирчив к тексту. Русский язык такой богатый и великий, его нужно использовать по полной программе. В отличие от английского, например, у англичан очень примитивные тексты. Некоторые тексты переводишь на русский язык и думаешь, господи, какая тупая песня вообще, но хочется так слушать. С русскими песнями все понимают смысл слов. Да, на тексты уходит много времени. Мне иногда приходится 2 недели могу писать где-то. Могу один куплет написать, припев через месяц написать, вот так. Музыка создается быстро для меня. Для меня язык музыки проще, чем язык слов. Поэтому с текстами, да, чуть посложнее, чем с музыкой дела обстоят. А ты вдохновляешься какими-то поэтами или писателями? Вот что помогает настроиться на нужную волну? Я вдохновляюсь событиями и людьми, поступками людей, девушками вдохновляюсь. Событиями, которые происходят в мире повсюду. Всегда в мире происходит масса плохих и хороших, великих и ужасных событий, самых разных. Вдохновение черпается отовсюду. Существовали писатели, которые сидели в одиночных камерах полжизни и писали. Они тоже черпали откуда-то вдохновение. У каждого человека внутри есть огромный мир, бесконечный, там море информации, и можно создавать из нее. Поэтому где черпать вдохновение? Да повсюду. Вот. Прямо здесь и сейчас. То есть, получается, сначала у тебя рождается текст, а потом музыка? Или как это происходит? Чаще всего я начинаю с музыки. Сперва я сочиняю мелодию, играю ее под гитару, нащупываю какие-то аккорды, которые будут основу составлять. После того, как я аккорды и мелодию написал, я уже думаю, как туда воткнуть текст, писать. Количество слогов и строчек уже ясно заранее. Это все определяется мелодией. Остается только туда пристроить нужные слова. Но на подборку этих слов может уйти уже времени побольше. Редко, когда я написал стихотворение и положил его на музыку. Есть несколько песен, которые я написал на стихи своих друзей. Я попросил человека написать мне текст. Сперва высылал ему музыку. Говорю, размер любой, просто напиши мне текст, а я уже там разберусь, что с ним делать, если что. Ну, иногда приходится пару слов там где-то сократить. Все это я с ним загласовал. И, ну, получилась хорошая песня. Иногда даже на чужие стихи песни лучше получаются. Потому что когда написал уже музыку, и вот текст должен быть, вот строчки такой-то длинные, вот так-то, так-то, немного это ограничивает. Здесь свобода творческая уже ущемляется. А когда на чужой текст, то это даже интереснее мне писать. Расскажи, какая песня твоя любимая? Какой больше всего гордишься? Из своих? Пожалуй, это песня, которую я сегодня вам и сыграю здесь. Это нежная лирическая композиция. Она посвящается моей девушке Наталье. Песня называется «Лучшее, что было со мной». Я написал эту песню год назад. Вот, в отличие от большинства песен, эта песня очень быстро родилась. Чем быстрее пишется песня, как правило, тем органичнее. И целостнее она будет звучать в конце концов. Как мне кажется, так и получилось. Это одна из моих же любимых песен. Я наблюдал, как между нами плавится лед. И воздух сладок, и невесом, ведь это не сон. Но ночью у меня самолет. Душа моя, знай, лишь только растворюсь в облаках. Я буду предаваться мечте, что я уже здесь. И ты в моих руках. Душа моя, знай, лишь только растворюсь в облаках. И ты в самом деле. Лучшее, что было со мной. Лучшее, что было со мной. Если нам придется расстаться, сердце отпусти домой. Детка, должен я тебе признаться, ты лучшая, что было со мной. Автобус последний ушел. Детка, должен я тебе признаться, ты лучшая, что было со мной. Вечер пятницы грядет, все по графику идет. Кто же пятницы как праздника не ждет? Восемнадцать ноль ноль, сегодняшний пароль, парнас приехал на гастроль. У людей в недели семь дней, у взрослых и детей. А все, что есть у меня, две ночи и два дня. Все, что есть у меня, две ночи и два дня. Саксофон и контрабас, припустились ноги в пляс, сколько здесь улыбок и счастливых глаз. После бурных выходных, развеселых удалых, повезет, если останусь я в живых. После бурных выходных, развеселых удалых, повезет, если останусь я в живых. У людей в недели семь дней, у взрослых и детей. А все, что есть у меня, две ночи и два дня. Все, что есть у меня, две ночи и два дня. Слишком быстро все прошло и закончилось бабло. Возвращаться в понедельник тяжело. На работу вновь вставать, но не повод унывать. Всю неделю буду пятницу я ждать. На работу вновь вставать, но не повод унывать. Всю неделю буду пятницу я ждать. У людей в недели семь дней, у взрослых и детей. А все, что есть у меня, две ночи и два дня. Все, что есть у меня, две ночи и два дня. У людей в недели семь дней, у взрослых и детей. А все, что есть у меня, две ночи и два дня. Все, что есть у меня, две ночи и два дня. У людей в недели семь дней, у взрослых и детей. А все, что есть у меня, две ночи и два дня. Все, что есть у меня, две ночи и два дня. 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 Иванили сказал утро в Signап Брестоеху. По нас все, что есть у меня, две ночи и ветеряты. Редактор субтитров А.Семкин